Ну что ж, россияне. Новый шедевр от многоуважаемого еще Андрея Иларионова для Украины и для России, для народов, для славян, которые еще остались, для христиан и так далее. Шедевр заключается в том, что последовательность и логика его мысли великой теряется абсолютно вообще на Кэрэбэрх. Получился казус, breaking logic, то есть в некоторых вещах он старается еще эту логику, ту логику, о которой он раньше говорил, то есть ей придерживаться той логики. Там, где он говорил, что Путин от шаманов, как чуть ли не Гитлер, ну всем намек на Гитлера, там где он после Первой мировой войны попал, всем известна история, в какой-то госпиталь, там какой-то врач лапал или что там, лечил его там, в голову встрамлял что-то там. И через медиумов, какой-то медиум был, экстрасенс, рассказывал ему, этому Гитлеру, что у него там какая-то великая миссия спасти страну и от евреев, и от других тех, которые грязную, грязных рас, которые мешают великой немецкой расе жить и процветать. Как говорил Урка Янукович, как потом он сказал, какой же он лох, тех козлов, которые мешают нам жить, так и Путин, что какие-то старцы, якобы православные. И до сих пор непонятно, то ли это ортодоксы языческие, ну наполовину языческие, потому что нормальных ортодоксов, староверцев найти капец, а он же Путин валит в церкви тех староверцев, старообрядцев православной веры, православной христианской веры, которые не согласны с ним. Он их костелы, он их не в церкви, просто под экскаватор. То есть, значит, получается, какие ему могли наговорить еще старцы, кроме гундославцев, гундославия. До Кирилла КГБста Гундяева был Алексий, еще нормальный верующий, более-менее мужик. Ну, пришел Гундяев, КГБшная, Гундославия. Сейчас в России Гундославие, а не какое-либо там православие. А православие можно забыть, то ли оно ушло в подполье, то ли оно языческое славие, обряда славия и ничего общего. Говорит только бла-бла, а троится. А как таковое оно не придерживается и тому подобное. Воля выбора и тому подобное, навязывания, бабки, коррупция, все это понятная вещь. То есть, какие старцы могли ему, этому Путину, что-то наговорить. О которых говорит Андрей Иларионов, что они его изменили в мировоззрении, он стал другим человеком. Да, совсем не так было. Тогда просто, когда он был слабый, еще там Путятина, его режим был слабый. Андрей Иларионов ему был нужен. Потом, когда стал не нужен, он его нафиг выкинул и все. И он ударился в либертарианство всякое. Ну, тоже хрень еще так. То есть, это либертарианство нагадывает схему глобалистов. Навязать свою единую евробалюту. Отказаться от национальных идей государств, христианских и тому подобное. Богатый большой капитал, всеми, всех на циклах и тому подобное. Масон и всякая херня. То есть, получается, уже эта теория его уже не катит. Но он ее и придерживается, потому что он так говорил. Он хочет быть последователем. А теперь переходим к версии о самой логической последовательности, в которой он, буквально сегодня я слушаю, Сотника, который ему подквакивает. Ну, велика, велика, постать Андрей Иларионов вещает. А Сотник ему да-да-да. То есть, как бы чуть ли не перечит, потому что он же гость его. Ну, а что поделать? Значит, надо поступаться идеей, да, или принципами. Ну, фиг с ним, ладно. То есть, получается, что всем всегда советуют Иларионов, Украине, украинцев. И правильно делает. Что нужно бороться. Нужно воевать против путятинской гвардии, которая, заходя в Крым, сказала, что... Если там сколько там, шесть или сколько часов не получится у вас завладеть Крымом, вертайтеся, хлопцы. Давайте назад, отчаливайте, потому что у вас там, ну, что-то там у него в голове... Ну, были такие приказы, были зафиксированы с украинской стороны, то ли через телефоны, то ли какие-то там разговоры. Украинцам он советует бороться, воевать. Супер, молодец, very well. А россиянам он советует не бороться. То есть, ну, не надо выходить. Ну, это полная фигня. То есть, в чем фигня? В том, что россияне выходят, но выходят не так, как бы надо было. Тогда посоветуй Андрея Иларионов, как надо тогда россиянам выходить. Это уже, получается, минус логики вообще получается. Вообще абсолютизм минусовый, логический. То есть, или тогда, получается, он говорит, что вообще не надо выходить. Сравнивает какую-то хрень детскую берет, какой-то КамАЗ, едет через улицу, и вы переходите. Бухой КамАЗ, ряженный там дровами, едет. И если вы перейдете на зеленый свет по пешеходному переходу, он все равно вас сметет, потому что он недоразит, это ненормально, этот КамАЗист и тому подобное. То есть, бесполезно выходить на эти, блин, протесты, да, в России, получается. Ну, и вопрос, который возникает, а в какую цену для нас всех, включая в том числе, в самом прямом смысле, нас всех, потому что это касается и нас лично, это касается наших близких, это касается наших родных, это касается наших знакомых, это касается граждан нашей страны, это касается граждан других стран. В какую цену это обойдется? Поэтому, исходя из этого, я не могу согласиться с Владиславом Миноземцевым и не могу сказать, что мы не должны ничего делать. Другой вопрос, что делать? Вот это другой вопрос. И, с моей точки зрения, голова человеку вообще дана для того, чтобы не разбивать ее о стенку. И поэтому меня, пользуясь случаем, я просто хочу сказать, меня очень огорчает и даже, можно сказать, удручает попытки, казалось бы, вроде неглупых людей, привлекать людей, массу людей, тысячу людей выходить на протесты, во время которых их будут избивать, их будут задерживать, их будут арестовывать, их будут сажать в тюрьму, разрушая их жизни. Мне кажется, это самый неэффективный способ использовать тот гигантский человеческий потенциал, гигантский интеллектуальный ресурс, который есть в России вообще и в оппозиции в частности. И в особенности в московской оппозиции использовать умнейших людей для того, чтобы просто подставлять их под дубинки ОМОНа или под, значит, вот все эти избиения и издевательства. Мне кажется, есть гораздо более умные способы для того, чтобы, по крайней мере, противодействовать этому режиму, не подставляя себя под такие удары и накапливая силы оппозиции, накапливая силы гражданского общества для того момента и до того момента, когда эти силы потребуются для того, чтобы с этим режимом покончить. Вы прямо говорите моими словами, мне люди говорят в ответ на это, это все понятно, а делать-то что? Вот прямо сейчас делать что? Понимаете, я бы так вот сказал, вот тем людям, которые спрашивают, что делать что, вы предложите такой вот вариант. Вот вы, ваш собеседник, который спрашивает делать что, находитесь на пешеходном переходе и собираетесь перейти улицу на зеленый свет. И в это время вы видите, что по улице с бешеной скоростью несется огромный КАМАЗ, груженный, там, я не знаю, булыжниками. Если вы выйдете на этот переход, то этот КАМАЗ вас сметет и превратит в лепешку. Он летит на красный свет, у него нет никаких прав, он нарушает правила дорожного движения, у него нет ничего, ни морали, ни права, ни закона, ничего. На вашей стороне все, и мораль, и правила дорожного движения, и закон, и так далее. Вопрос, вы пойдете на этот пешеходный переход, или вы все-таки подождете и пропустите вот этот КАМАЗ, или танк, или еще какого-нибудь монстра, который несется, который вас точно уничтожит. И вы, может быть, постояв на этом переходе, подумайте, а есть ли какой-то другой способ для того, чтобы справиться, ну, если не с КАМАЗом, то хотя бы с водителем КАМАЗа. Где, когда, при каких условиях, и как сделать так, чтобы ни этот водитель КАМАЗа, ни любой другой водитель КАМАЗа и другого танка не смог бы превратить лепешку ни лично вас, ни ваших близких, ни ваших знакомых, никого бы то ни было. Это две стратегии поведения. Это не означает, что делать-то что. Прежде всего, надо подумать и не подставлять себя, своих близких, под неминуемый разгром и уничтожение. Можно представить еще другую ситуацию. А если этот КАМАЗ даже мчится уже теперь не по дороге, а выезжает на тротуар и несется прямо на вас. И если вы будете стоять на этом тротуаре, то вам остаются считанные секунды до того момента, когда ваша судьба будет предрешена. Опять-таки возникает вопрос. Вы как? Будете настаивать на том, что у вас есть абсолютное право, а право у вас есть, на вашей стороне мораль, на вашей стороне закон, и вы будете стоять на этом месте для того, чтобы быть уничтоженным? Или вы все-таки попробуете переменить свое местоположение, уйти в другое место, избежать этого столкновения и подумайте, где, когда, при каких условиях добиться найти этого водителя КАМАЗа, изменить его, изменить кармаз и вообще перестроить всю эту систему. Это две стратегии поведения. Это не значит ничего не делать. Это значит просто вместо глупого голосования и вместо глупых протестов заняться умным поведением. Но для этого надо немножко подумать. Тогда почему? А воевать не бесполезно, да, украинцам? То есть, первый минус логики. И второй, что, ну, я же говорю, он советует, да, под КАМАЗ не надо переть. Так никто под КАМАЗ и не прет, как бы, да, все стараются обходиться, ну, как-то так, чтобы без крови там, то есть все, потому что кровь, она и так бесполезная. Понятно, что кровь на кровь, получается ля-ля-ля. Получается и так малочисленное это в Москве население россиян, славян, можно так сказать, пополнится в Мордвии, в ГУЛАГах. И нишу заполняют другие, не славяне, не россияне. Хотя объявлено было тем самым Путиным, что территории российские, а, и он еще говорит, что, значит, это он собиратель русских земель. Ну, опять-таки, чтобы не отходить от старой логики, о которой он раньше говорил, то есть, а в реале это просто КГБшная закваска. И умноженное на комплексные полноценности его в действии, потому что, я говорю, пока еще Дющенко, чмырь, конечно, блин, мы ему верили вообще слепо, чуть ли не вообще, как идолу поклонялись. Думали, что он нас выведет в светлое будущее. И не просто в европейское светлое будущее нас, украинцев, а в такое там, где мы будем иметь гидность, то есть достоинство. А он, блин, сдал урядине гребаной власть всю, сдал, быть президентом, иметь СБУ, иметь ВВ, внутренние войска, блин. И так, почему же он сдать эту власть урядине, извиняюсь, вору, уркагану, януковичу, который продал, сдал всю армию. И что теперь? Плюс тупое население, к сожалению, в Украине постсовковое, постглубокопатерналистическое, патерналистское, которое помогло Януковичу вот такую хрень совершить, чтобы урятина пришла, сделалась президентом. Ну, в России россияне так сыграли, чтобы комплексной полноценности стал полноценным. Теперь вся Россия вот такая неполноценная. То есть, а в России россияне комплексной полноценности подыграли. Тоже совок, который находится в этом комплексе, за своего Путина считает и держит. То есть, выходит, что Янукович сдал все, что можно сдать. И из-за этого, самое главное, что именно из-за этого, из-за ослабленной Украины, ее войск о деморализации армии, народа и тому подобное, о дезинформации, потому что на постсовковый мозг она очень влияет, и люди очень падки и шатки на это. Но, пройдя пять лет, можно обратиться и сказать россиянам этническим, или те, которые имеют украинскую кровь. А с другой стороны, в принципе, это уже абсолютно без разницы. Потому что иногда этнические россияне с Россией, с глубинки, то есть, они могут быть больше проукраинскими, нежели те россияне, или те украинцы, которые россияне, которые имеют корни с Украины, со староукраинских земель, там, русикивских и тому подобное. То есть, все сейчас вот это перемешалось. Не это главное, а главное то, насколько у человека осталось дохера, дохерища чего-то. Это, ну, не то, что как Чезаро Ламброза говорил, ну, рабского, генетически, или приобретенного, надбанного, рабского. Ну, кто-то в роду с дегенерацией постарался у человека, а вот у него эта хрень и появилась, наказуемая Богом, и тому подобное. То есть, вы представляете, что теперь, после пяти лет войны на Донбассе, заявляет боевики, ну, российские вот эти, которые там воюют, убивают мирное исцеление, убивают украинцев, уничтожают украинскую армию, чтобы она не могла путятине этому гребаному сопротивляться, чтобы он и дальше разваливал Россию. И это было бы выгодно тому же Трампу, потому что мы же видим, что оно за медвежонок, рыженький, строптивенький. С Меркель уже целуется, а до этого бубу, грыз, ну, то есть, ну, неадекватушка, богатая, зажравшаяся, не имеющая принципы, только бизнесовые принципы, а они, ну, слишком это малая доля, чтобы управлять аж таким супермощным государством, как United States of America, штатами. То есть, получается, что, вот, говорит, буквально сегодня, послушал Иван Белецкий с Мальцевым, который вещает, он говорит крамольные вещи, что боевики собираются, те, которые воевали против Украины на Донбассе, собираются, оказываются, идти и разгонять мирные протесты, наделённые по Конституции россиянам, и разгонять эти мирные протесты. Как они будут это делать? Из-под тяжка там убивать, валить, резать, стрелять. Это уже... Я просто вчера прочитал ветераны Донбасса, то есть, по сути, преступники, да, нелегально занимающиеся наёмничеством, а они якобы сейчас выйдут на улицу, вот этот толпок будут разгонять. Это было заявлено вчера-позавчера. Да, я слышал этого. И что архивы уже все переписали. Судить россиянам. Их силе, насколько они сильны, настолько, как говорил Иларионов, вы отступаете, на вас чморят и напирают, натирают. Так вот, пускай же он теперь и покажет, Андреюшка Иларионов, насколько вески и мощны, мощны твои слова в реалиях, что он отступает обчморенный этот, как он, опущенный и так далее. Да, это логично. Конечно, ну не хочется ж кровь проливать. Людей те, которые были, ну, не только через страх, а и через глупость свою. Пути к гандонам, пропагандонам, знепотворени. То есть, мозги у них были перекручены. А теперь они увидели это. Сколько стоят его, их мозги перекручены. Смерть, разрухи, разрухи, смерть. На Донбассе. В Крыму тоже жопа. Вот они видят это все и переворачиваются теперь на против Путина. Вся эта хрень. Как капкан. И Крым, и Донбасс против Путина оборачивается. Это не Сирия. Там где-то чужое, там пролетели какие-то самолетики, в медиах сказали, что это Путина. Ах ты, к Аллаху его посылают, чтобы его Аллах угробил. И все. Это не воздействует ничего. А тут как бы своих, и он своих мочит, топит в крови. А теперь те, которые мочат и топят в крови на Донбассе, будут приходить, мочить, топить, убивать россиян. Даже кизяки, и те отказались. Ну, эти казаки, не донбасские, ростовские и донские, отказались от этого. Что-то начало доходить и до них. Что они ж кто-то, ах, Путятина кто, КГБИСКО. А они ж боролись с коммунизмом. То есть, наконец-то и казаки эти проснулись. И многие тупоумники, и в Харькове с украинской стороны выступают, что ну это ж великая ядерная держава, краина, страна, Россия. Как же мы можем перечить, противоречить? Так зачем тогда вообще куда-то выходить, бороться? Будьте тогда бурлаками на Волге, будьте парашниками, будьте еще подобными опущенными чмырями. Не боритесь, потому что в ядерном пепле, да, окажутся, все окажутся. Ну, а вот это уже вопросы к всемогущему. Потому что он дозволит или не дозволит это. Чтобы его творение, его, ну, мы же понимаем, что не от обезьян, мы же произошли от Бога по подобию его и Духа Святого Отца и Сына. Значит, он каким-то образом не может позволить на то, чтобы его планета, такая уникальная, как Земля, воцарилась, ну, перевернулась, там сосис летела, там растопились льды от пожаров, от взрывов тысяч-тысяч тонн ядерных зарядов и тому подобное. Ну, и раз он об этом заботится, значит, и мы же должны заботиться, чтобы это же было ради чего-то. Что не ради он насекомых каких-то, которые называются людьми, не чмырями, блядь, не борящимися, а ради достоинства этих людей он бы эту землю уберег от тотальной ядерной зимы и от глобальной катастрофы. То есть, теперь вы заметили разницу? А заметили ли вы разницу, что если раньше, до 14-го года, к примеру, Путин делал инвазию, вторжение в Украину с такой бравурой, чтобы и кресло снова, он там диктатор, царь, ну, то есть от понтов, которые уже там сидят у него во всех клетках и никакая зараза его, сука, не пробирает. Значит, этот путь, как и Гитлером, что-то, что-то хочет пройти до конца. То есть, если он раньше это делал ради понтов своих, ради своего Санцеликова Лучезария, то теперь он это делает ради своей жопы спасения, чтобы дальше топить Украину и чтобы этим тем самым так же же топить Украину, чтобы не затопили его россияне теперь уже. Ему уже теперь та Украина в контексте того, чтобы его не стинули россияне, которые скидывают, по историческим примерам все это проделывают, очень жестоко, но, к сожалению, очень редко, и потом расходятся домой, ой, это генетическая фигня, над этим придется работать многими поколениями, потому что только стоит взять, сделать пример Украины, после Майдана, после 14-го года, после помаранчевой революции. Порасходили все по домам, по тарнализму, а, давайте делать, а, не делать, ах, мы козлы. Так этого мало, нужно постоянно скидывать, заразу, мразь, парашу эту, с власти своей, то. Это же ваша держава. А вы такое говно у себя в державе позволяете над собой проделывать. И если раньше путятинские наполеоновские планы Сирии, Донбасс, Крым делала из него великого там типа стратега, Блин, Наполеона, и все к нему, вау, относились к какому-то, блин, величайшему террористу, тирану и так далее, то голос таких, как Сотник с Александром, тот же Андрей Иларионов и многие другие эти голоса противодействия Путина были как, вообще, как, ну, как глоток чистого воздуха для населения, это как подвиг считалось. Все слушали, миллионы то, все просмотрят. А сейчас, когда выходят простые хлопцы, девчата, уже вот эти голоса, диванные, так сказать, ютюбные, так и мои так же, в принципе, уже никому не впали, потому что уже люди сами реально выходят телами своими бороться. И вот они, поэтому им и неприятно, и не всем нормальным, наоборот, только поддерживают, а тем, которые ревнуют, то, что они уже своей популярности тратят. Те, наоборот, блогеры говорят, что не, давай дальше режим путинский будет, а мы его будем ругать, а вы будете бояться, мы будем ругать его, проклинать за всех сил. Но народ будет ему поклоняться, и ничего происходить в действительности, в действительности не будет. Вот откуда такая реакция и у Иларионова, Андрея, и у Сотника, и у некоторых других, у некоторых. А остальные ж молодцы, бойцы. То есть, для тех, кто сделал снохшибательную блогерскую карьеру, там, где величайший сатрап, но в натуре, блин, сатрап подлина гнида, а они, они не боялись об этом говорить. Но реально в обществе, что да, ничего не менялось. Хоть его там поливают как угодно, ничего не меняется. И это для Путятины было самое главное. А теперь, когда в обществе меняется уже все, в российском, уже когда Путин становится, ну, не той фигурой поклонения и страха трепетания перед злом, уже, ну, спала эта волна, уже дети выходят бороться. Тогда, когда пердулы, ля-ля-ля, бла-бла в блогах. И я тоже от них не отличаюсь. А нормальные россияне борются. Ну, мы боролись у себя в Украине против подлин, против урядин этой чмошной режима Януковичской и тому подобное. То есть, тогда, когда иссякает сила Путина, то блогерам становится, ну, не по себе, потому что они на силе Путина сделали, ну, на величии, на зле Путина сделали себе сногсшибательную карьеру. А теперь они никому нахер не нужны, потому что дети выходят бороться. Вот в чем причина той ревности, вот этого идиотизма, что «да не надо выходить сюда, можно ничего не случиться, что вы шо, ну, блин, КамАЗ едет по дороге, да?» А как же ж тогда нацию российскую учить? Как славян учить бороться тогда, если они не будут выходить бороться и не будут на этом учиться, на ошибках, на тому подобное? Они в жизни так никогда не научатся, они так и останутся бурлаками, везде бурлаками. И будут по жизни дровами, углем и дополнительной энергией для всякого рода примаханных при идиотах, при власти, которые, ну, они будут этим компенсировать свою чмошность, идя войной на кого-то. И там, якобы, приобретая на России какой-то вес среди общества, а общество уже поменялось. Потому что обществу нахрен не нужна такая херня, когда эти чмошники, террористы, бандиты, идут других убивать, таким же им подобным. А весь мир на них, фу, сплачивается против них, против россиян. А ну, им нахрен надо, блин, жить ненормально. Нет, конечно. Имея такие-то ресурсы. Вот почему мир и закрывает глаза. Потому что столько много ресурсов, лучше отрымывать их, отпутять на их, а он пускай нахай и далее чморит россиян. Это же история тривиальная для режимов и для народов, от таких, которые не выходят, бороться, не учатся на ошибках. Тривиальнейшая история для всех народов.